Я думаю, что нельзя не отметить, что 31 декабря мы с вами получили инструмент в виде закона о промышленной политике, базовом документе, который в истории промышленности такой первый, консолидированный, выражающий наши положения и позиции по поддержке и развитию промышленности. Мы понимаем, что этот закон о промышленности будет таким базовым документом, на основании которых мы будем развивать инструменты поддержки. Я не буду останавливаться на новых механизмах, принципах, которые дает нам этот закон о промышленной политике. Скажу только, что первое, я думаю, что максимально надо будет использовать механизм специального инвестиционного контракта. И мы знаем о том, что закон вступает в силу по истечению 180 дней. Мы сейчас работаем над пакетом подзаконных актов. Завтра будет заседание рабочей группы, которая будет рассматривать первые подходы этих нормативных актов. Мы предлагаем Министерству промышленности активно участвовать с нами в рассмотрении этих проектов. Есть новые принципы информационной поддержки. Мы будем создавать государственную информационную систему промышленности. Мы знаем, что определенная работа сделана и в республике, и будем вас подключать к этой системе. Будьте добры, следующий слайд. С точки зрения направления стимулирования промышленного развития, которые предусмотрены законом, кроме тех стандартных, которые есть и которыми республика максимально активно пользуется, я бы хотела обратить внимание на два момента. Это поддержка научно-технической деятельности и инноваций, и это представление преференций при государственных закупках. Отдельные нормативно-правовые акты, принятые в текущем году, мы изменили порядок, в том числе и финансирование научно-следственных разработок. Мы решили, что в отдельных случаях нам необходимо не прямое финансирование неокров с капитализацией в интеллектуальную собственность, а субсидирование неокров. Тогда, когда к нам приходит предприятие с потенциальным инвестором, дает нам бизнес-план, мы под этот бизнес-план финансируем проект. И в случае недостижения показателей ведет возврат субсидий, это, я думаю, повысит только эффективность использования тех средств, которые будет получать предприятие. Будьте добры, следующий слайд. Мы говорим о том, что формы господдержки, они реализуются через пять государственных программ. Предприятия промышленности республики являются активными участниками этих государственных программ. Вторым значимым событием, на мой взгляд, является то, что в 2014 году мы начали активную работу по региональной промышленной политике. В структуре министерства был создан департамент региональной политики. Мы выработали формы взаимодействия с регионами. Подписали на сегодняшний день 43 соглашения с субъектами Российской Федерации, и Республика Татанстан была в числе первых, которая подписала это соглашение. Мы организовали стажировки и взаимодействия со всеми министрами промышленности субъектов Российской Федерации. Две стажировки прошло в 2014 году. Сейчас, когда мы находимся здесь на коллегии, проходит стажировка для коллег министров промышленности. Там присутствует министр промышленности, участвует в работе от Ленинградской области до Амурской области. Это позволяет нам, во-первых, активно взаимодействовать, обмениваться опытом. Я думаю, что эта площадка очень хорошая, вот Раиль Хамач, наверное, подтвердит. И я знаю, что руководители Министерства промышленности участвовали в этой стажировке, и мы получаем хорошие отклики обратные. Мы проводим координационные советы по промышленности. Один из этих советов прошел на площадке Республики Татарстан. Позвольте поблагодарить вас за это. Мы в рамках антикризисных мероприятий с вами осуществляем мониторинг оперативный в системе промониторинг, который Республика тоже пользуется. Благодаря этому мы активно получаем оперативную информацию, благодаря которой можем формировать управленческие решения. Если коротко пролистать следующие три слайда, будьте добры, мы изучили те региональные программы промышленности, которые есть в субъектах Российской Федерации. Поскольку инструменты, которые используются регионами, различны, мы пришли к выводу о том, что нам необходимо в рамках государственной программы развития промышленности создать самостоятельную подпрограмму, которая будет направлена на поддержку субъектов Российской Федерации. По нашим расчетам, порядка 8 миллиардов рублей субъекты Российской Федерации вкладывают свои в региональные промышленные политики. На каждый рубль субъекта мы готовы дать рубль из Российской Федерации, для того, чтобы поддержать те программы, которые реализуют субъекты. Сейчас мы находимся в конструктивном диалоге с Министерством экономического развития с точки зрения источников обеспечения этой программы. Я думаю, что мы найдем решение, коллеги подтвердят, определим источники, мы считаем, что это необходимо делать для того, чтобы поддержать в 2015 году субъекты по развитию промышленности. Будьте добры, следующий слайд и следующий. Этапы реализации этого механизма таковы. Мы рассчитываем в первом полугодии внести изменения в действующую государственную программу и с третьего квартала начать осуществлять отбор проектов. Одно мы финансирование, которое расчетно-экспертно мы заложили в эту программу, вот они представлены на экране. Я бы хотела продемонстрировать следующую слайд, будьте, пожалуйста, то, как республика взаимодействует с федеральным центром. Это цифры, коллеги, которые приведены в сопоставимые показатели. Если общий объем средств, которые поступили в республику в 2014 году, порядка 17 миллиардов рублей, вот если привести их в сопоставимые показатели 2013 года, рост в 1,7 раза. Мне кажется, это показатель того, как работают промышленные предприятия по использованию всех возможных инструментов государственной поддержки, которые есть на федеральном уровне. Рустам Мургалевич, смею вас заверить, Ильдар Шавкач, в ежедневном режиме с Министерством промышленности и торговли Республики Катарстан отрабатываем все те меры, по которым заявляется. Мы получили предложение, в том числе, по реализации антикризисных мероприятий, получили предложение по импортозамещению, тот перечень проектов, которые вы заявили, будем детально отрабатывать. Я не буду останавливаться отдельно на плане антикризисных мероприятий и по тем мероприятиям, которые мы реализуем по импортозамещению. Могу только сказать о том, что те меры, о которых говорил Арахамадович, по субсидированию процентной ставки под оборотку, мы провели встречи с Министерством финансов, и в прогнозе кассовоисполнений на первый кварт мы выложили порядка 5 миллиардов рублей на этот инструмент. До 27 февраля мы должны выйти с согласованным нормативно-правовым актом и активно начинать работать по этой мере. Я знаю, что промышленники ее ждут. Начало года для всех очень тяжелое. Я думаю, что этот инструмент поддержит и гражданскую промышленность, и есть альтернативный инструмент по оборонной промышленности. Там мы находимся пока на этапе согласования. На первый квартал средства не закладывали, поскольку исходили из того, что по тем контрактам, которые Министерство обороны является заказчиком, максимально стопроцентные авансы, подтвердите, пожалуйста, промышленники, получили. Поэтому мы думаем, что этот инструмент, наверное, со второго квартала 2015 года, мы тоже запустим. Я бы хотела остановиться на одной идее, на мой взгляд, которую надо активно использовать. Буду добрыть следующий слайд. Нам надо поддерживать не только крупные предприятия, но и развивать малый и средний бизнес. На наш взгляд, та модель, которая сейчас изложена на экране, она разработана технопарком Идея Рустамбургалевич. Мы привлекли их к этой работе. Они хорошо эту работу провели, представили ее в Новосибирске на совещании с участием, в том числе представителей военно-промышленного комплекса. Мы говорим о том, что нам необходимо создавать центр компетенции. Нам надо делать декомпозицию тех глобальных задач и разработок, которые у нас есть, на связанные элементарные решения и на базе этих элементарных решений задействовать максимально малый и средний бизнес. Мы в декабре 2014 года внесли изменения в Налоговый кодекс статью 251 и 270 с точки зрения исключения из налогообложения тех доходов, которые получает предприятие при безвозмездной передаче результатов интеллектуальной деятельности. Я думаю, что это будет хорошим подспорьем для передачи объектов прав наших безвозмездно предприятиям во имя того, чтобы их использовали для развития производства и повышения налогооблагаемой базы. Хотелось бы получить отклик от промышленников на это решение, поскольку мы уже в декабре 2014 года одному из наших предприятий передали эти права. Это позволило порядка 6 миллиардов рублей. Это позволило, во-первых, повысить чистые активы, во-вторых, это улучшает структуру баланса, повышает объем залогового обеспечения. Я думаю, этими инструментами надо максимально пользоваться. То есть не только меры прямого финансирования из федерального бюджета, но и максимально использовать тех инструментов, которые у нас есть.